Тельмост Рязань СВО для области, можно сказать, единственный в своем роде. Увидеть своих близких рязанцы смогли при содействии Минобороны России. Губернатор Павел Малков, открывая видео встречи, обратился к военнослужащим со словами поддержки. Уважаемые военнослужащие, мы все очень гордимся тем, что вы делаете, ваше мужество тем, что защищаете интересы нашей страны сейчас там. И могу сказать, мы совсем коротко успели поговорить, после встречи еще останемся, некоторые вопросы поговорим. Но, конечно, вашими близкими тоже можно в этой ситуации гордиться. Ой, как приятно смотреть на вас, вы улыбаетесь. Самое главное, что все здоровы. Эти простые и добрые слова бойцы ждали. Во время общения с родными они выразили благодарность за постоянное внимание и поддержку, которую они получают от региона, за возможность через видеосвязь быть ближе к родным. А это для них сегодня очень важно. Представители командования поблагодарили родителей за то, что они воспитали верных защитников Отечества. Темы, которые Павел Малков обсуждал с семьями военнослужащих, касались порядка начисления выплат, условий прохождения службы, а также предоставления, согласно поручению президента, регулярного 14-дневного отпуска. Понятно, что взять и сразу половину отправить в отпуск – это невозможно. Поэтому дальше решает командир, в какой последовательности бойцы идут в отпуск. Но не более 10% от численного состава подразделения. Поэтому это просто займет какое-то время. Мы, с своей стороны, что требуется, сейчас делаем. Например, транспорт уже организован для того, чтобы их возить напрямую, или если они едут в другой регион, из этого региона к нам разом завести. Поручения все же даны, автобусы ищут, и они будут раз в неделю курсировать. То есть уже есть понимание, как. Не могу сказать, что уже с этой недели, со следующей, через неделю, где-то совсем скоро они начнут ходить. Такие телемосты для военнослужащих из зоны СВО и членов их семей по договоренности между правительством региона и Минобороны будут проходить регулярно. Это Павел Молков подчеркнул особо.